здравствуйте следующая наша тема занятий резонанс электрических цепях обратим обратим внимание на этот рисунок если к выводам электрической цепи и из последовательно соединенных активного сопротивления конденсатора и катушки подвести переменное напряжение то в цепи возникает вынужденные электрические колебания силы тока и напряжение емкостное сопротивление конденсатора и индуктивное сопротивление катушки зависит от частоты омега приложенное приложенного напряжения поэтому при постоянной амплитуде колебаний напряжение амплитуда тока колебания амплитуда колебаний сил тока цепи зависит от частоты омега переменного напряжения при постепенном увеличении то есть от нуля частоты приложения приложенного напряжения емкостное сопротивление конденсатора соответственно уменьшается это приводит к возрастанию амплитуды колебаний силы тока при потопе противоположность емкостному сопротивлению индуктивности индуктивность сопротивление катушкой с увеличением частоты омега до возрастает увеличение амплитуды колебаний силу тока цепи при увеличении частоты приложенного напряжения продолжается до тех пор пока индуктивное сопротивление катушкой не станет равным емкостному сопротивлению конденсатора то есть из выражения для полного сопротивления переменному току как мы знаем да ранее мы выводили эту формулу то есть полное сопротивление равно у на и если преобразовать это выражение корень квадрате и скобках это у нас емкостное то есть xl у нас индуктивность сопротивления разность индуктивность сопротивления с емкостного сопротивления в квадрате дальше если преобразуем это выражение корень квадрате и квадрате плюс омега л минус один миллион омега цов в квадрате видим что сопротивление будет минимальным потому что села только при заданном напряжении максимальней при условий xl равны x или местных силу поставим омега л а вместо xc 1 делено омега c следовательно отсюда можно написать вот это выражение до омега равно 1 делено на корень квадрате л ц равно омега 0 то есть частота изменения внешнего напряжения равна совместной частоте колебаний контуры вот при выполнении при выполнении условия вот этого условия то есть при равенстве индуктивного сопротивления катушки емкостному сопротивлением конденсатора и одинаковой силы тока одинаковым оказывается и амплитуды колебания напряжения на конденсаторе и катушке колебания напряжение напряжения на катушке и конденсаторе против положено по фазе как мы знаем поэтому сумма напряжения на них на них при выполнении условия вот любой момент времени равно нулю результате напряжения на активном сопротивлении при резонансе оказывается равным полному напряжению у нас сила тока цепи достигает максимальное значение то есть наступает в это время резонанс значит как я выше говорил амплитуды колебания напряжения индуктивного сопротивления будут равны то есть у нулевой и нулевой xl подставляемость xl омега l получается дальше преобразуем вот получается вот вот это выражение да то есть и 0 коин квадраты л на c вот и и это емкостное напряжение то есть тоже если вырезать подставлять 1 на мега c вот это выражение что подставим получается и 0 и c равно и 0 делено на мега c это и 0 корень квадрата лец то есть они равны по величине как мы видим и противоположные по фазе напряжение на индуктивности всегда опережает по фазе напряжение на емкости да следовательно мы получили вот это выражение вот сейчас у нас будет рисунок то есть при дальнейшем при дальнейшем увеличении частоты индуктивного сопротивления катушки начинает превышать емкостное сопротивление конденсатора да и увеличение индуктивного сопротивления приводит к уменьшению амплитуды если мы видим на этом графике вот по ординате у нас амплитуда амплитуда показывает а по ординате частоту да вот если при дальнейшем увеличении частоты при дальнейшем увеличении частоты индуктивное сопротивление катушка начинает превышать емкостное сопротивление конденсатора увеличение индуктивного сопротивления приводит вот к уменьшению амплитуды постепенен уменьшается амплитуда из рисунка мы видим то есть увеличение нам колебаний силы тока. Полное падение напряжения в контуре равно падению напряжения на активном сопротивлении. Амплитуда устанавливающихся колебаний тока будет определяться уравнением 0 на R. В этом и состоит смысл явления резонанса. При этом, если величина корен квадрат L на S намного больше R, то напряжение на емкостной и индуктивной нагрузках могут оказаться много больше внешнего напряжения. То есть электродвижность силы генератора. На рисунке представлена зависимость тока в колебательном контуре от статей при значениях R1 больше R2, а R2 больше R3. В параллельном контуре при малых активных сопротивлениях R1 и R2 токи в параллельных ветрах, противоположных по фазе. На этом рисунке мы видим параллельно, то есть здесь присутствуют в этой схеме два активного сопротивления, R1 и R2. Р1, соответственно, съемка с конденсатором соединены последовательно, а R2 с катушкой индуктивной соединены между собой последовательно. А ниже, R2 с катушкой соединены к R1 к конденсатору параллельно. Здесь, согласно правилу Кирхова, мы можем написать И0 равно И0С минус И0Л. Абсолютную величину мы должны взять, потому что знаки минуса здесь будут. И дальше, вместо И0С подставляем данные. Данее мы приводили У0 на ХС, то есть напряжение деленное на емкостное сопротивление, минус напряжение деленное на сопротивление катушки индуктивности. Если дальше преобразовать, У0, если отправим за скобкой, получается У0, У0, здесь остается только омега С, минус здесь остается только 1 деленное ХНЛ, то есть 1 деленное омега Н. В случае резонанса И0С равно И0Л, то есть ток равно 0. Резкое уменьшение амплитуды силы тока во внешней цепи, питающее параллельное соединенное емкостное индуктивное сопротивление, при приближении частоты внешнего напряжения, при собственной частоте колебательного контура, называется резонансом ток. Одно из основных применений резонанса электрической цепи – это настройка радио- и телевизионных приемников на частоту передающей станции. Необходимо учитывать резонансные явления, когда цепи, не рассчитанные на работу в условиях резонанса, возникают чрезмерно большие токи или напряжения, расплавление проводов, пробой, изоляция и так далее. Значит, резонанс – это явление, при котором частота колебаний какой-либо системы увеличивается колебаниями внешней силы. Если конкретнее, то резонанс электрической цепи – это явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний тока при приближении частоты внешнего напряжения и собственной частоты колебательного контура. То есть из уравнения вот этого следует, что электрический резонанс последовательной цепи, то есть если активное сопротивление, емкостное сопротивление, и катушки индуктивности, если соединение последовательной, наступает при частоте омега-0 равным 1 делённым на корень квадрата LC. Если на это выражение, если посмотреть, тогда, сравнивая, можно сказать, что это резонансная частота омега-0, резонансная частота омега-0 электрической цепи совпадает с собственной частотой свободных электрических колебаний в этой цепи. То есть получается резонансная частота омега-0 электрической цепи совпадает с собственной частотой омега-свободных электрических колебаний в этой цепи.